Всем привет! Всем хорошего дня и прекрасного настроения! Выходной день, чем я занялась? Мне нужно разобрать стирку, и вы знаете, я сегодня в таком особом каком-то этом вдохновении на меня снизошло. Я хочу не просто сложить стирку, а погладить постельное белье, которое Дима скидывает. Я уже тут подготовила это постельное, я хочу его прежде, чем складывать в комод, погладить. Но Дима тут, конечно же, ему сразу именно здесь нужно играть, да, сынок? Там, где я задумала глажку. Других мест уже больше нету, неинтересно в других местах играть. Тут вот у меня еще гора, ну тут получается вот наш комплект надо догладить постельного. Диме тоже комплект постиранный, поглажу. Остальные вещи просто разобрать, ну шкаф, комод, штуку, да, по своим местам стиранные. Ну начну с глажки. Кто знает, я вообще... Так, прибавить. Кто знает, я вообще не любительница никаких глажек, особенно постельного белья. Я всегда говорила, когда мне бывает даже писали в комментариях, что Люба, а что ты постельное не гладишь? Так, чуть-чуть вот так. Вот, и я всегда говорила, нет, зачем, это же вообще пустая трата времени. Я всегда так думала, что это пустая трата времени, потому что погладить его, ну это как бы все равно не две секунды, правильно? Все-таки комплект постельного белья это там две наволочки, это простынь, это большой пододеяльник. А по факту, ну ты раз застелил, одну ночь поспал на этом постельном, и уже все равно оно становится мятым. Буквально уже на утро, когда ты встаешь, оно уже мятое, не такое прям вот выглаженное-выглаженное. Я как-то считала, что это вообще просто глупая трата моего личного времени, я никогда не гладила. И домашнюю одежду никогда не глажу тоже, вообще глажу только лишь одежду, которая на выход. И, ну по факту обычно стараюсь гладить, то есть если вот надо сейчас там, не знаю, Саше одеть куда-то на выход брюки, рубашку, я встала, ему погладила, и он как бы пошел. Ну и так же там себе, если что-то такое надо. А так, ну как бы вообще, говорю, ту же даже домашнюю одежду я не глажу. Вот, и единственное, что вот с рождением Димы, что я стала на постоянной основе гладить, это его одежду. Ну и когда он младенцем был, я все гладила, как бы, чтобы, ну так скажем, дуб-дезинфекция была, чтобы горячим, как бы, утюгом проходиться, всякие микробы, бактерии убивать. Вот, и потом уже в дальнейшем, вроде не младенец, но он пошел в садик, ну а в садик, естественно, все его наряды, которые он там носит, я глажу. То есть в любом случае в мятом я его никогда не одену в садик, ну как бы, это, ну я тоже считаю, что садик это его выход, вот, он как бы, ну надо гладить, в общем. А тут вот, вы знаете, в какой-то день я вот лежу, и я почему-то, не знаю, как-то открыла, ну нужно было поменять постельное, когда я его меняла вчера, да, или когда позавчера я меняла постельное. Нужно было достать постельное, и я его, ну как бы, заправляю, и я ловлю себя на мысли, что мне не нравится, что настолько мятая простынь, что настолько мятый пододеяльник. И думаю, нет, Люк, ну не так-то уж это все-таки и трудно, и долго, как бы, погладить его, но все-таки, наверное, спать гораздо комфортнее, гораздо приятнее, когда это выглаженное постельное белье. И решила, ну как бы, сама для себя, что теперь именно вот комплекты постельного белья, прежде чем складывать в комод, сначала буду предварительно гладить. Ну так вот я решила. Все, девчонки, кто со мной, давайте принимаем челлендж, беремся за влашку. Пусть хоть что-то у нас всегда будет в идеальном состоянии, хотя бы комплекты постельного белья, что всегда свежевыстеренные, свежевыглаженные, красота. У нас, девчонки, уже сколько, ну я не знаю, дней 5, наверное, 4, сильные морозы на улице, минус 41, минус 42. Ну как бы, тут вроде были выходные, ну как бы, Дима, да, выходные, он дома, субботу, воскресенье вот сегодня. Дим, не надо садиться, пожалуйста, на постельное. Вот, ну а я смотрю прогноз погоды, в понедельник то же самое, минус 40 на улице, естественно, я его в понедельник в садик не веду. Я напишу, что мы будем, ну в группе потом отпишу, что мы будем дома в понедельник. А со вторника я уже смотрю, у нас идет потепление, и со вторника уже начнем ходить в садик. И вот немного решила тоже под, под это, знаете, под разгрузить себя, чтобы сильно тоже накладно не было. Думаю, раз в понедельник Диме не надо идти в сад, то сегодня я только лишь, как бы, поглажу постельное, а его садиковскую одежду буду тогда гладить завтра. Завтра обязательно этим займусь, все подготовлю ему, ну, чтобы со вторника он мог идти. Я одежду в садик сразу глажу на неделю, я не глажу, каждый день по одной футболке, по одним шортикам. Я сразу на неделю футболки глажу, сразу на неделю шортики, ну, шортики даже не то, что на неделю футболки, да? Ну, как бы, вот пять футболочек сразу ему за раз погладила и отнесла в этот шкафчик, в органайзер положила. А шортиков я всегда глажу не то, что пять, а все, сколько есть у Димы. Ну, то есть, я, честно, я не знаю, сколько у него их всего штук, ну, допустим, двадцать штук, то я все двадцать шортиков сразу глажу и все туда отношу. Ну, потому что он у меня писается, и, как бы, шортики, и трусики ему меняют в течение дня много раз. А футболочка обычно, ну, как бы, весь день та же, которую я ему с утра одеваю. Ну, а так, вообще, в любом случае, это, каждый день, как бы, я ему одеваю свежую одежду полностью. И нижнее белье, и, как бы, свежая футболка, свежие шортики. То есть, у меня нет такого, что, допустим, ой, ну, вроде ты эту сегодняшнюю футболку не заляпал, ничего, и завтра в ней в садике походишь, у меня такого нету. Даже если она не заляпана, ничего, я все равно, я ее отправляю, ну, как бы, день он в ней ходил, он все равно, он там где-то бегал, где-то прыгал, где-то потел, да? В любом случае, ее нужно освежить, ну, на мой взгляд. Я всегда снимаю все это, отправляю в стирку, и каждый его новый день в садике, всегда на нем, ну, как бы, новый чистенький комплект одежды. Вот. У меня тут это. У вас бывает такое, что, ну, допустим, вы в какой-то момент начинаете понимать, что вам что-то нужно сделать. Ну, это что-то, допустим, ну, достаточно такое трудотяжелое, как сказать, не знаю, слово, как подобрать, трудоемкое, трудотяжелое. Из-за того, что вы заранее знаете, что если это начать делать, ну, это тяжело, это долго, вот, и как бы, ну, не хочется, да? Бывает такое, что вот вроде ты понимаешь, что надо, но не хочется из-за того, что это все очень долго, это трудно, я устану после того, как все это сделаю. И в итоге это откладывается, откладывается, ну, с такими мыслями, ой, ладно, этим я займусь завтра. Следующий день наступает, и ты такой опять, ой, ладно, этим я займусь завтра. С этим тоже неохота. У меня не так давно, это знаете, что появилось? У меня опять запачкалась кухня, ну, кухонный гарнитур. Внутри, то есть снаружи-то, если на кухню заходишь, она чистенькая. Я ее всегда, ну, как бы каждый день подтираюсь. Я вдруг где-то даже там готовила и увидела, что где-то я там брызги какие-то на ней забрызгала там едой или чем-то. Ну, я тут же всегда вытираю после готовки. Как бы снаружи она у меня чистенькая, но внутри она уже загрязнилась, причем все ящики загрязнились. Какой не откроешь, в каком-то какие-то разводы застывшие там, засохшие, в каком-то крошке, в каком-то там где-то специи рассыпались, что-то еще. Ну, вот так вот. В общем, каждый ящик, в какой не откроешь, все грязные. И как бы, ну, я понимаю, что ее надо целиком, эту кухню помыть. Вот. Но я обычно всегда так и делаю. Кто со мной давно, я, в принципе, очень, ну, как бы, всегда, если я берусь мыть кухню, я это прям снимаю, показываю на канале, что сегодня мы драем девочке кухню, давайте кто со мной. Вот. Но я что хочу сказать, то что, как бы, все равно, чтобы помыть каждый-каждый ящик, его же не просто надо помыть, это надо из каждого ящика сначала убрать все содержимое, что в нем есть. Где-то это даже тоже содержимое, где-то перебрать, что-то там выкинуть, что-то рассыпалось, где-то, может быть, даже, допустим, там те же специи хранятся в контейнерах, эти контейнеры тоже запачкались, их тоже надо бы помыть, прежде чем обратно, да, в помытый ящик складывать. И, ну, получается, это очень, ну, как бы, ну, я не знаю, сколько часов, но очень много часов у меня уходит на то, чтобы помыть внутри полностью кухню. И после того, как я это проделываю, я, ну, такая прям уставшая, то есть у меня, знаете, такое состояние, что все, вот я ее помыла, все у меня во всех ящиках идеальная чистота, все, знаете, специи к специи, все контейнеры там все тоже, все помыто, перемыто. И я потом иду, и все, мне нужно полежать. То есть я до такой степени уставшая, что у меня, как бы, у меня мысли, что теперь хотя бы минут 30 надо полежать и вообще ничего не делать. Я лежу в каком-нибудь горизонтальном положении, не знаю, ну, смотрю те же видосики на Ютубе. Вот. И вот, как бы, вот тут вот она у меня опять запачкалась. Я уже открываю какой-нибудь шкафчик, ящик не откроешь, все везде грязно. И я, как бы, ну, сама себе говорю так, Люба, нужно взяться, встать, помыть всю-всю кухню. И каждый раз, понимая, насколько это все тяжело и трудно, я сама себе говорю, ой, нет, я помою обязательно, но не сегодня, завтра, завтра, сегодня вот надо есть приготовить, надо там вот это сделать, вот это сама себе, понимаете, в голове рисую какие-то отмазки, какие-то отговорки, из-за которых я могу это дело отложить, как бы, что вот, ну, по-любому я имею на это право. Наступает следующий день, и, как бы, желание опять не возникает, заняться, ну, таким, ну, тяжелым трудом, так скажем, да, тяжелой работой. И я решила, что, нет, это так дело не пойдет, хорошо, Люба, как бы, раз ты не можешь себя настроить на такую глобальную уборку, значит, сделай хотя бы чуть-чуть. То есть, я такое часто применяю, вот, как раз-таки, если я вижу, что уже не один день подряд на меня наступает, как бы, нападает лень. Если я это вижу, что я каждый день уже начинаю придумывать какие-то отмазки новые и новые, почему я это не должна делать, значит, все, я тогда отметаю эту идею, чтобы сделать вот эту вот тяжелую работу за раз, а я начинаю ее, как бы, разбивать на несколько частей. Не знаю, как кому, может быть, кому-то это тоже поможет. Моя такая вот подсказка, то, как я делаю, но если я все-таки разбила, я начинаю себе так говорить, хорошо, Люба, раз, ты, это, не хочешь, тебе тяжело мыть ее за раз, всю эту кухню, давай хотя бы в этот раз помоем вот этот вот рядочек. Вот только лишь вот эти вот маленькие ящики, которые в этом рядочке, все, больше ничего мыть не будем. Остальное там еще сколько-то ящиков завтра помоешь. И вот, знаете, когда идет речь уже всего лишь там о трех и четырех ящиках, на это я сама перед собой соглашаюсь, что, ну, три ящика, ладно, три я помою. Вот, и, в общем, я вчера, получается, готовила есть, варила гороховый суп, жарила картошку, окрачка жарила, салатик нарезала витаминный. И после готовки все, я взялась, и там вот этот у меня один рядочек, ну, потом мы с вами, я доглажу, переберемся на кухню, я вам его покажу. Там небольшие ящички, не так это самое, много работы, и я их все-все взялась и за раз перемыла. Ну, соответственно, и внутри, если там что-то не так, у меня там контейнер со столовыми приборами находится, то есть я этот контейнер тоже, естественно, помыла для столовых приборов. Ну, в общем, навела там порядки. И как-то действительно я особо-то и не устала, это же не всю кухню перемывать за раз. Ну, подумай, что вот эти там 4-5 ящичков помыла, вроде и не устала, а вроде, ну, как-то, знаете, на душе все равно такие мысли, что, ну, как сказать, я все равно хоть что-то я сделала, хоть что-то, это всегда лучше, чем ничего. Ну, то есть для меня это всегда было и есть, ну, как бы такой девиз. Если не можешь сделать много, сделай хотя бы чуть-чуть, но даже чуть-чуть это всегда лучше, чем вообще ничего. Вот, ну, как бы, не знаю, это мой девиз, и он всегда работает, и мне всегда, ну, самой перед собой кайфово, что, ну, хотя бы вот так вот, но я сделала, я в любом случае уже теперь молодец, что раз хотя бы вот этот вот рядочек помыла, уже, допустим, как бы мысли, что завтра уже мне на вот эту вот часть ящиков мыть меньше, уже красота. Да, и вот сегодня тоже, знаете, хочу дальше продолжить наведение порядков на своей кухне, внутри кухни, вот, и сегодня мне надо помыть, ну, как бы запланировала я себе еще два ящика, но эти ящики, они уже более такие большие, вот, ну, как бы всего два. И вот, знаете, как-то вот морально то, что я себе сказала, что сегодня, опять же, не надо мне мыть всю-всю-всю кухню, а только лишь помою эти два ящика, и как-то вроде я готова на это согласиться, то есть на два ящика, ладно, я согласна, это я сделаю, это я могу, это я не сильно устану, это не тяжело, как бы, и физически, и недолго по времени всего два ящика помыть. И, в общем, вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но дела делаются. И, как бы, меня это радует, что хотя бы так. Так что вот, вот вам мой девиз. Чуть-чуть это лучше, чем ничего. Лучше сделать хотя бы чуть-чуть, чем вообще ничего изо дня в день. И когда вы даже, если сделали вот это вот чуть-чуть, то морально все равно вы где-то себя хвалите, что вот сегодня я не то, что вот совсем-совсем ее не мыла, а вот это вот это я уже сделала. Вот здесь вот здесь я уже в кухне навела порядки. Я в любом случае молодец. То есть даже, знаете, какой-то подъем такой моральный идет. Прям класс. Вот я уже пока с вами болтала, уже, считай, один комплект постельного у меня поглажен. Красота. Сейчас я его сложу аккуратненько конвертиком, как я привыкла складывать, и у меня уже в комоде будет не просто чисто выстиранное постельное белье, а даже свежевыглаженное. Какая я молодец. Ой-ой-ой. Ну вот если я сама себя не похвалю, кто же меня еще похвалит? Надо себя хвалить, надо себя это, любить. Вот. Ой, какая красота. Да какая я молодец. Еще сейчас Диме тоже поглажу постельное, и все. И вот эту вот стирочку надо будет подразобрать. Сейчас, подождите, я вот это быстро доделаю, и перебираемся с вами на кухню. Будем там заниматься наведением чистоты. Со стирки закончила, перебрались с вами на кухню. Сейчас я вам покажу то, про что я вам говорила. Смотрите. Вчера я была большая. Молодец. Я помыла вот этот вот рядочек ящиков. Ну и тут заодно внутри помыла. Тут просто у меня мусорное ведро и контейнер с моющими. В общем, там тоже помыла. И вот этот вот рядочек. Как я вам уже говорила, я решила, сделай хоть что-нибудь, чем вообще ничего. Так что, какие у меня идеи по поводу кухни пришли? Во-первых, мне нужно во всех ящиках сменить силиконовые коврики, которые я стилю, но чтобы как бы если вдруг где-то когда-то мокрое что-то кладу, чтобы ящики не разбухли. Все вышли из строя. Я их все повыкидывала, оставила только в двух. Вот тут вот небольшие обрезочки. То, что более-менее было, ну так, отмылось, так скажем, я тут оставила. Видите, ну то есть вот этот силиконовый коврик, он не до конца там получается нету ничего. Вот. И во втором сейчас вам тоже покажу. Но я уже заказала на Валберес новый как бы рулон с силиконовых ковриков для кухни. Буду потом, ну когда придет заказ, обязательно этим займусь. Везде все это застелю свеженькое, новенькое. Здесь, в общем, все помыла. Не смотрите, что так мало приборов, они в посудомойке помоются, потом выложу сюда обратно. Вот, чистенький ящик. Так, вот этот ящик я тоже помыла. Вот этот вот силиконовый коврик тоже до конца не отмывается. Вот видите, тут какая-то ржавчина на нем. Вот, ну насколько я это обрезала, то что там совсем страшно было. Там он у меня опять получается просто ящик. Вот. Ну совсем не могу, понимаете, вот эти два ящика совсем без ничего. Потому что здесь бывает, я что-то мою руками и кладу, ну, сразу в ящик. Потому что вот терку, например, я никогда не мою в посудомойке. Потому что до этого у меня была терка, я ее мыла в посудомойке, она у меня вся-вся покрылась ржавчиной. Хоть на них и пишут, что они из нержавеющей стали, но я поняла точно, что в посудомойке терки портят. И поэтому я как бы больше не мою терки в посудомойке. Или там, допустим, бывает вот, к примеру, да, овощечистка. И Каспер гулял, нагулялся, просится в дом. Заходи, дружок. Или, допустим, овощечистка. Я ее достала, почистила морковь. Я ее не убираю в посудомойку. Ну что, что она у меня не так-то уж и загрязнилась. Я просто ее оплоснула под проточной водой и обратно в ящик закинула. Но она же мокрая, понимаете, ну надо, чтобы тут коврик был. Потому что если постоянно что-то мокрое сюда класть, все, ящики сразу разбухнут. Кухня, причем, что этот гарнитур мы покупали недорогой. Он не из дорогого сегмента, чтобы там из какого-то, я не знаю, супер-супер дорогущего дерева было сделано. Это все можно, так сказать, опилки, и они, естественно, разбухнут моментально. Здесь уже просто выкинула ящики, так как здесь, ну, такое сухое хранение. Всякие вот там фольга, фасовочные пакеты, я не знаю, скалка и прочее. Вот, поэтому просто помыла и выкинула. Не нравятся они мне, я говорю, все уже пришли в негодность. Но потом, как придут новые, все равно, даже в эти тоже застелю. Как вы видите, они у меня кипельно-белые, чистенькие, невероятно. Это прям не может не радовать, что я все-таки взялась и все это отмыла. Потому что, я говорю, каждый вот я до этого открывала, то какие-то крошки насыпанные, то где-то что-то, какие-то брызги, чего-то где-то засухшие. В общем, каждый ящик был грязный. Теперь у меня все тут отмыто, все, порядочек, ну, относительно, насколько это можно сказать, что это порядочек. Все хорошо. Саша пришел с магазина. Дима в первую очередь. Че купил? Че купил, да? Что тут папа купил? Ммм, сметана, водичка. Ой, это что такое? Гель для душа. Барзам для волос. Хлебушек. Че, тебе ничего не купил? Это че? Красота. Ну, конечно, шоколадка, конечно. Так, я и не договорила. В общем, моя задача на сегодня, здесь я молодец, умничка, это помыть два вот этих ящика. Они большие, естественно, они тоже очень грязные. Но всего лишь два ящика, если помыть, то это не будет сильно тяжело. Правильно? Так, давайте заглянем внутрь. Здесь у нас котикам корм, мука, куча грязи, вот какая-то что-то тут желтое, не знаю, что отмоется, это не отмоется. Вон шелуха от лука, специи у меня. Контейнер, конечно же, тоже нечистый, в котором хранятся специи, вот как вы видите. Грязный. Качество, конечно, такое, надо хоть подсветку, что ли, включить. Так. В общем, помыть эти специи. Контейнеры эти, наверное, мыть не буду, потому что, ну, эта картошка хранится, все это все вытаскиваю. Тут лук у меня хранится. Тут можно просто хотя бы шелуху эту лишнюю вытряхнуть, лук просто оставить. А сами ящики помыть так. Ну, и тут второй ящик у меня, кастрюли, все такое, чашки, кастрюли. И тут тоже его просто надо помыть. Вот эта, кстати, фольга, она что, сюда не помещается? Там помещается. Вот здесь должна храниться. Так. Вот. Вот эти два ящика, если я сегодня помою, то это уже будет замечательно. И я думаю, помыв всего лишь два ящика, я особо не устану. И у меня будут силы, как говорится, на весь день дальше творить какие-то дела. Достала, поставила опять свою хлебопечь. Будете у меня стоять опять на хлебопечи, чтобы поближе к этим ящикам, чтобы вам все было хорошо видно. Так, я выражилась просто мыльной водичкой и меламиновой губкой. Меламиновая губка и вообще может отмыть все, и даже не обязательно, знаете, ее даже мылить. Она и так прекрасно справляется. Вот сразу вижу рваный пакет. Зачем он у меня тут хранится? В мусорку его. Так, муку пока просто достаем. Дима. Так, котика в корм пока тоже просто достаем. Да, котика в корм. Да, котика в корм. Да, котика в корм. Очень важная вещь. Тебе надо поиграть. Ну, на тебе пару пальчиков поиграй. Довольный? Так, специи. Специи сразу вытаскиваю, так как контейнеры тоже нужно мыть из-под специи. Видно вам? Вот в таком они состоянии. Как я и говорила, где-то что-то просыпано, где-то что-то это. Поэтому по-любому сразу везде наводим частоту. Это тоже вообще грязнючный-прикрязнючный. Но у меня на камеру кажется, как будто и не особо грязный. Хотя он грязный. Вживую это видно. Так, ну что, все, наигрался? Собираем. Нажавка в корм. Так. Так. Это у меня просто специи в контейнере. Вот эти в контейнере тоже убираем. И вот про что я вам говорила. В каком у меня состоянии ящики. Видите, сколько грязи? Где-то шелуха, где-то что-то, я не знаю, пролитое, засохшее, непонятное. Где-то вам земля от картошки. Ну, в общем, вот такое вот. Вот у меня эти ящики прям все тоже были. Вот из каждого доставала все содержимое. И каждый ящик был вот в таком же состоянии. Все перемывала, отмывала. Ну, в общем, беремся. Мне чем нравятся меламиновые губки, что вот если даже где-то, допустим, какое-то жировое такое, знаете, застарелое каплю, пятно, она прям вообще идеально справляется. И плюс бывает, знаете, такое чирканье, черные такие полосы от чирканьи остаются на белых ящиках. И вот эти вот черные полосы тоже, вот меламиновые губки, я не знаю, убирают за раз-два. Прям такая вещь классная. Вот. И она нужна-то не на постоянной основе. То есть просто там помыть посуду или что-то, естественно, я мою, ну, пользуюсь обычными губками. А вот на такие вот такие-то глобальные уборки. Это прям незаменимая вещь. И вот подоконники, конечно, это супер. Когда под горшками вот эти вот подтеки остаются, желтые такие ржавые, и вот меламиновые губки раз-два и все, и все эти ржавые подтеки от горшков тут же моментально отмываются. А вот обычная там тряпочка или обычная губка, это я не знаю, сколько надо тереть, и то не ототрешь. Только если какой-нибудь пималюкс добавить, что-то такое. Только тогда, мне кажется, если обычной губкой тереть. Вот это вот тут что-то у меня розовое, не знаю, что. Как-то плохо отходит. А, не, отходит, отходит, отходит. А тут вот что-то оранжевое. Тоже не знаю, что. Но это, мне кажется, может какие-то специи или что. Не знаю. Не, все, все, все отмылось. Все отмылось. Красота. Сейчас только вот этот мусор еще соберу. И все. Чистый ящик. Делов-то, девчонки, пять минут. Если вот так вот хотя бы за что-то браться, то пять минут, и все готово. А так, я говорю, на всю кухню, ну не знаю, я вообще как-то не ленивый человек. И для меня, в принципе, особо это не проблема. Я всю кухню не раз перемывала. Ну что, за один раз. Ну вот в этот раз, не знаю, ну вот не лежит настроение и все. Ну а сделать-то надо. Я же понимаю, что надо. Ну что, грязно. Что мне неприятно. Не то, что там, да, люди. Люди не увидят, что у меня тут грязно. Естественно, кто бы из гостей не зашел, они видят кухню только снаружи. Никто не видит из гостей кухню внутри. Вот. Это вот просто вот мое личное, да, для себя вот то, что. Я-то знаю, что у меня там грязь. И мне вот каждый раз, когда я что-то сюда залазю, что-то достать или это, мне прям неприятно этим. Эти вот мысли какие-то. Ну что, Люба, ну что ж ты за такой лодорий? Ну давай уже, ну бери себя в руки. Это надо сделать. Вот, вот теперь я прям довольна, девчат. Чистый белоснежный ящик, пахнущий свежестью и чистотой. Так. Все, теперь давайте контейнеры помоем. Контейнеры я тоже буду мыть меламиновой губкой. Это лучше всего, вот это тут всякий пластик. Самое лучшее это меламиновой губкой отмывать. Моментально. Пару движений и вся-вся грязь сходит. Делитесь, девчат, со мной в комментариях. Кто тоже себе какие-нибудь лайфхаки придумывает, когда очень лень что-то делать, ничего не хочется. Но вы там для себя определили какие-то лайфхаки, что если вот так или вот так, то все равно дела делаются. Потому что я вот люблю, знаете, чьи-то советы. Ой, вообще, две минуты. Вот тут на кортиках какая-то это, въевшаяся желтизна, она уже не отмывается. Ну ничего, мне главное, что в целом они чистые, свеженькие. И я уже довольна. Вот, все. Можно специи сложить. И получается вот этот, да, контейнер давайте с луком. Картошку трогать не буду. Картошка пусть так и останется. А вот этот вот с луком контейнер, вот, ой, просто хочу отсюда вытряхнуть шелуху вот эту лишнюю. Чтобы здесь просто был лук. У меня, как всегда, хочется выкинуть мусор в полный мусорный пакет. Вечно так. И вот Саша сейчас ходил в магазин и тоже забыл взять мусор, вынести. Сейчас нам будет этот пакет, ну, который там полный, скрутить на балкон хотя бы вынести. Так, ну ладно. Раз уж я вытряхнула из него мусор, то заодно я ополасываю, девчат, тоже. Пусть уже чистенький будет. А с картошкой не буду мыть, потому что картошка вся в земле, ну, такая грязная. Сейчас я его только сложу, картошку обратно, он опять будет весь там черный. С картошкой и так пойдет. Ну, ладно, помоем контейнер. Это тоже дело одной минуты и чистота. Вот, кайф. Все. Контейнер чистенький. Складываем обратно лук. Тут еще шелуха. Ну, и эту крышечку сейчас тоже сполосну, чтобы уж все было у меня чики-пики. Листенькая крышка. Так, что у меня еще осталось? Ну, в принципе, все в этот ящик уже можно все складывать обратно. Так, контейнер с картошкой, контейнер с луком, так, формочки, специи. Так, вам плохо видно, да, вот так вот? Вот, формочки, специи. А вот эти вот специи у меня сюда, тут у меня такие в контейнерах еще специи хранятся все. И в дальних этих у меня хранятся специи, которые для выпечки. Ну, выпечку я как бы делаю, но делаю не так часто. Вот. Сухое молоко, молотая корица, ванилин, все такое. Вот, а тут уже в ближних контейнерах у меня вот желатин, всякие желешки ребенку делать. А тут у меня в ближних уже такие повседневные специи. Эта кислота тоже сюда можно. То есть черный перчик, там такое все, лавровый лист. Всякие вот такие восточные специи в пакетиках. Я их обычно, ну, в супчики добавляю, люблю. Так, все, они у меня теперь тут тоже в чистоте. Сюда обратно корм котиков и муку. Вот, все, красота. Чисто, хорошо, свежо. Так, и остается вот этот вот контейнер, который у меня с чашками, кастрюками, сковородками. Сейчас мы тоже из него все достанем. Вот сейчас я вам покажу про черные царапины, которые я говорила, что меламиновой губкой они вообще легко отмываются. Сейчас, ладно, подождите, все, достану отсюда. И вот то, что я тут хотя бы... Ой, и у меня тут даже машинка. Куда же без машинок, без стеменок. Они везде в моем доме. Так, крышки, контейнеры. Вот, смотрите, в каком тоже у меня состоянии здесь силиконовый коврик. Ну, я говорю, он уже даже во многих местах и не отмывается. Тут вот, видите, где-то какая-то ржавчина. Она уже не отмывается. Не, ну я, конечно, безусловно, я его сейчас помою. Насколько это будет возможно, я его постараюсь отмыть. Но я еще грязный. И вот, что я говорила про черные точки, ой, черточки, вот... Камера вообще фокус теряет. Вот бывает там сковородка, да, знаете, чиркнула об белый ящик. Какая-то там, ну, что-то еще какой-нибудь железный предмет об белый ящик чиркает. И вот такие вот черные черточки появляются. И вот именно меламиновой губкой они прям вот в одно касание отмываются. Вот раз-два, раз-два. Ой, ну фокус вообще, я не знаю, что вы видите, что не видите. Вообще нету фокуса. Все равно видно, вот, видите, черное это. И вот так вот меламиновый раз-раз-раз, и оно все убирается. Класс. А обычно губка так вот эту вот черноту все, ну, тяжело. Это вот так вот, знаете, надо с применением пималюкса, чего-нибудь такого, чтобы эту черноту... Ну, в общем, грязь, говорю, страшенная у меня в ящиках. В общем, это все нужно было уже давно, понимаете? Давно уже нужно было помыть, я все никак не собиралась. Ой, а там какая грязюка! Там столько крошек, девчат. Вот за этим ящиком, если внутрь, вот откуда он выдвигается... Меня не видно. Откуда он выдвигается, если туда посмотреть, там вообще просто все в крошках. Он, наверное, же как-то снимается, да, с этих рельс, на которых он крутится. Сейчас я его отмою, вот этот ящик, и позову Сашу. Саша, что же, выходной сегодня? Если он не сможет его выдвинуть, то я еще и там внутри помою. Сейчас я вам покажу, какая там красота и прелесть внутри находится. Но сейчас сначала надо вот это хотя бы отмыть, то, что уже имеется. Видимая грязюка. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Все, белоснежный ящик, просто белоснежный, чистота со всех сторон не может не радовать. Красота, я очень довольна. Так, сейчас еще коврик вот этот сполосну, его помыла, осталось сполоснуть. Саша, иди сюда. Ты мне можешь ящик полностью выдвинуть, чтобы я там внутри помыла все кружки? Вообще снять его полностью с рельс? Да, могу. Попробуешь? Да, вот немножко, чтобы холодильник есть. Спасибо. Вот, посмотрите, что я там увидела. Видите, тоже какие-то потеки по краям, и вон сколько крошек, мусора разного. И я пока мыла ящик, вот эти вот крошки увидела, что они там внутри. Думаю, если его можно будет снять, надо их там тоже помыть, раз уже взялась за мытье. Субтитры сделал DimaTorzok Идеально чистый, но фокус очень плохо здесь ловится, когда такой общий белый фон. Тяжело камера ловит фокус. Но тут теперь тоже чистота. Можно ящик задвигать обратно, составлять обратно чашки кастрюли. Кастрюли сковородки сложены на место. Ящик белоснежный, даже за ящиком все белоснежно. Кто молодец, я молодец. А самое, говорю, больше кайф, знаете в чем? В том, что я вроде бы и дела сделала какие-то, не совсем, знаете, на попе ровно. Выходной день провела. Я вообще не устала. Когда это делаешь по чуть-чуть, то усталости нет никакой. Естественно, если бы вот всю-всю кухню перемывать, я бы уже вообще была бы без сил. А так у меня еще силу, ого-го-го-го, сколько. Что ж, буду на этом с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok